Умер Арон Атабек. Вот такое вот незаурядное событие произошло в Казахстане. На канале Бася Айдос даже лично выступил с соболезнованием всему казахскому народу, причем это сделал исключительно казахша, хотя его глубоко уважаемая, обожаемая, то есть им супруга Наталья на канале Бася всегда агитирует исключительно Орша и все новости про Арон Атабека она тоже делала исключительно на великом и могучем. Почему она не соизволила на этом же великом и могучем тоже выразить соболезнования по поводу кончины Арон Атабека остается для меня загадкой. Но это не важно, это все мелочи, на это даже не стоит обращать внимание. Единственное, что стоит подчеркнуть, что Аблязов, Аблезлый на своем канале не вспомнил про кончину Арон Атабека, это не самое главное дело для него. В общем все аблизоиды должны сделать себе пометочку в своих блокнотиках, что ради дела ДВК, ради Аблязова, когда вы попадете в застенки в гестапо Назарбаевский, отсидите там много-много лет, потом умрете, Аблязов про вас не вспомнит. Даже если он придет к власти, он не вспомнит, что вы умрете. Не пособолезнует и не будет упоминать нигде, даже на своем канале. Арон Атабек умер, да, Аблезлый про это промолчал, и я бы тоже промолчал, если бы не одно маленькое но. Вот на канале Хрингри Ньюс вчера вечером вышла такая вот слезная-слезная статья по поводу того, что умер Арон Атабек. А канал Хрингри Ньюс я уже считаю рупором ФСБшной кремлевской пропаганды, которая уже напрямую подчиняется Кремлю, Путину, курирует царя новости. Это вообще исключительный инструмент российский, поэтому если уж на страницах Хрингри Ньюс вышла такая новость, значит об этом соболезнуют лично вот спецслужбы Российской Федерации. Сейчас этой новости на Хрингри Ньюс нету вот сегодня. Наши, видимо, спецслужбы уже тоже работают, тоже попросили вежливо удалить эту статью. Но ради интереса можете вбить в строку в поиска просто имя Арон. Арон вбивайте в строку поиска на Хрингри Ньюс. И первый результат это будет новость о том, что умер Арон Атабек. Нажимаем на эту новость и переходим в никуда. Ссылка уже не работает. Хотя вчера она была, там даже 20 комментариев успели накидать, там люди пообсуждать успели. Но то, что Хрингри Ньюс отметилось, это уже меня навело на мысль. Чем же так важен Арон Атабек для Российской Федерации? И я полез в Викпедию, всякие научные статьи, смотреть биографию Арон Атабека, что же он делал все эти 30 лет, что Казахстан считается независимой страной. И вообще всплывают удивительные вещи. Если хотите, переходите по ссылкам из описания к моему видео, читайте его биографию. С 90-го года по 96-й год Арон Атабек, по сути, он скрывался в Москве. Да, он ввел анти-Назарбаевскую тоже какую-то деятельность. Объявил Назарбаева врагом казахского народа, находясь там в рядах партии Алаш, Чуидей. Он, конечно же, исковеркал до неузнаваемости просто. Называл Назарбаева ставленником Кремля, ставленником Российской империи, находясь при этом в Москве, печатал эту информацию в газетах Алаш или еще каких-то там газетах, своих политических газет, которые печатались в российских типографиях. Конечно, вы можете посмеяться, да, вы скажете, что политкаст говорит те же самые вещи, что нельзя сотрудничать с Российской Федерацией, нельзя допустить возрождение Российской империи, но под тем соусом, который подавал эту идею Арон Атабек в 90-х годах, это совершенно разные вещи. Потому что Арон Атабек в 90-х годах исповедовал исламский пантюркизм, то есть он исповедовал полное ограждение Казахстана от внешнего мира, никаких там китайских инвестиций, никаких западных инвестиций. Он исповедовал идею исламского государства Казахстан, что, в принципе, вполне вписывается в ту эпоху 90-х годов, когда, в принципе, Кремль так и представлял себе Центральную Азию в виде каких-то там огороженных от всего мира исламских образований, которые там должны вариться в собственном всаку, как Таджикистан, как Киргизия, как Узбекистан. Но Назарбаев ведь пошел другим путем, да, он открыл двери иностранным инвесторам, пустил иностранных инвесторов на Каспий, пустил китайский бизнес, пустил шелковый путь. В общем-то, понятно, почему, да, почему Кремль спонсировал Арон Атабек в 90-х годах. Вот я сейчас открою одну из ссылок, вот, научную статью на Дик Академик, где очень хорошо, кстати, это изложено. Вот тут написано, что в мае 1990 года появился первый номер газеты «Алаш», напечатанный в одной из российских типографий. К тому времени в СССР типографии уже могли печататься на коммерческой основе. Но это чушь полная. Все равно, конечно, следили политически, грамотно подходить к этому делу. Сегодня найти этот листок очень трудно, но там были следующие материалы. Объявлялось, что в Алма-Ате 14-15 апреля 1990 года прошел первый учредительный съезд партии национальной независимости Казахстана «Алаш», в которой приняли 200 человек. Политическая платформа партии обозначалась как «исламистская», «пантюркистская» и «демократическая». Как вот два слова этих «исламистских» и «демократических» сочетаются, я, конечно, не понимаю. Это полная клиника, конечно. Полная клиника. Нурсултан Назарбаев объявляется предателем казахского народа, сотрудничая с врагами Советской и Российской империи. Вот эта газета спокойно напечаталась в Российской Федерации. При этом газета, да, свободно продавалась в киосках «Союз печати». Я напомню, что в 1990 году еще Казахстан являлся союзной республикой Советского Союза. Независимость получили в 1991-м, в следующем году. Некоторые авторы считают, что фактически никакого съезда «Алаш» не было. А целью такого заявления была спешка, чтобы другие алматинские националисты с другими деятелями, более правильными, не закрепили за собой название «Алаш». То есть просто Арон Атабек служил инструментом спецслужб Кремля в то время, в 90-е, для того, чтобы дискредитировать казахских патриотов, придать им исламистский оттенок и ввергнуть Казахстан в полный хаос. В принципе, этим Арон Атабек и продолжал заниматься потом, когда уже возникла ДВК, когда возникла БАСЕ, да, он снова оказался нужным. Вот его кинули на казахских чернь, бедноту, нашли вот этот вот слой, да, вот этот вот жилой комплекс Шанрак в Алматы, где было очень много самостроев. Нашли самую проблемную точку и кинули Арон Атабека туда, да. Вот последние события, из-за которых он сел, именно из-за этого, да. Арон Атабек не занимался тем, чтобы отстаивать, чтобы в Казахстане был один государственный язык, только казахский. Нет, Арон Атабек не ездил, как Маргулан Буранбай, по северным областям страны Казахстана, не требовал переименования городов Павлодара, Петропавловска. Нет, он этим не занимался, он про это забыл, да. Для него Казахстан ограничился вот только границами города Алматы. Он, наверное, думал, считал, что казахи должны жить только вот в городе Алматы, отдать всю остальную территорию, как я обычно говорю, товарищу Путину. Вот эти вот ура-националисты, которые забывают, что Казахстан простирается от Каспия до Китая. Он занимается только одними местечковыми проблемами и, по сути, обслуживает интересы ФСБ. Вот, собственно говоря, Арон Атабек этим индивидом и является. Если читать его биографию, то Арон Атабек, получается, с 90-го по 96-й год очень комфортно жил в Российской Федерации. Никто его там не арестовывал, в тюрьмах он там не сидел. Его брат, тут написано в биографии, занимался бизнесом в Москве и тут еще написано в Викпедии, что благодаря этому его брат, Арон Атабека, зарабатывал деньги для его политической борьбы. Очередная чушь полная. Правильно перевести эти слова, что Арон Атабек с родственниками приехали в Москву и получили финансовую поддержку Кремля на свою деятельность, на продвижение своих исламистских взглядов в Казахстане. Вот, что из этого следует. Вот, кто такой Арон Атабек. Это ставленник Кремля, вот мой вывод. Это агент товарища Путина. Абсолютно точно такой же, как и Аблязов и Каналбасе. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Внимательно читайте биографию Арон Атабека. Думайте, почему он так долго жил в Российской Федерации с 90 по 96 год. Спасибо за ваше внимание. И до новых скорых встреч.